И если бы вот такая была бы форма семьи, как мы говорили, что ответственность за семью, если бы лежала бы на моих родителей, тогда бы этого безобразия не было. То есть женщинам нельзя давать никакого выхода из этой ситуации, чтобы они были вынуждены подчиняться. Женщины сейчас не хотят подчиняться. То есть она говорит, я сама умная, лучше тебя соображаю. То есть такого в нашей семье раньше не было. То есть вот помните, как я говорил, что я прихожу к хозяину хорошему и договариваю, чтобы поженив своего сына или свою дочку. Так же? Если проблемы какие-то, допустим, я своего сына женил, а мой сын приходит и говорит, пап, вот что-то у меня жена недопонимает. Вот пытаюсь ей объяснить, вот есть ее обязанности, что она должна вот так, вот так стрелать. А она что-то тут шли, а под хвост ей попала, что делать? Вот не могу с ней справиться. Как не пытаюсь объяснить, ну как об стенку горо. Ничего не хочет слушать. Вот тогда я иду к отцу этой девочки. Я говорю, ты что мне там обещал? Что ты воспитал свою дочку и что она будет хорошей хозяйкой, достойной супругой? Иди разбирайся. И отец идет к дочке и говорит, ты что там творишь? Ты что меня позоришь? И вот девочка, вот при такой ситуации, она понимает, что если она начнет самодурством этим заниматься своей, у женщин, знаешь, тараканы в голове свои там бегают. И нужно управу иметь. Управа вот такая была. Отец говорит, не будешь исполнять свои обязанности, я тебя прокляну и отрекусь от тебя. И куда ей деваться после этого? Если муж ее выгонит сейчас, а он имеет право ее выгонять, если она не исполняет обязанности. И отец ее не примет, кому она нужна? Потому что если все другие знали, что она исполченная уже, и если ее выгнали, то зачем эта стерва нужна? Кому она нужна? То есть ей крах, все, кирдык все, иди и вешайся. Вот если вот женщина поставит такую ситуацию, она будет вынуждена подчиняться мужу. И тогда проблем не будет. Помните, вот, хорошее, как в платиновую свадьбу играли? Не помните? Ну, корреспондентка приходит там к бабульке, говорит, да как вы сумели семью сохранить? Тут все там разводы такие идут. А вы столько лет вместе прожили. В чем ваш секрет крепкой семьи? Она говорит, да все очень просто. Она говорит, когда мы поженились, то со свадьбы поехали на карете домой. Едем, и тут лошадь споткнулась. И мужа говорит, раз. Я думаю, что это он с лошадью разговаривает? Ну, ладно, едем дальше. Она опять лошадь споткнулась. Он говорит, два. Я думаю, что это, что это он с лошадью? Едем дальше, лошадь меняется. Он говорит, три. Останавливается, достает револьвер, и в ухо бах, и застрелил лошадь. Говорит, ну, что ж ты сделал, скотину там застрелил, как же так убытки там какие? А мне муж на это сказал, раз. И после этого мы прожили мирно и счастливо. Женщины в опеке нуждаются. Муж должен понять, что у нее есть цихория есть. И женщина, ну, не в состоянии с ней справиться. Справиться ли таком может ян энергия? И он обязан. У нас он может, в крайнем случае, вещали на стене. У меня там волчатка висит для жены. На зеркале специально повесил. И она знает, что раз, два и на три с катертью дорога не ходишь там. Это я так шуткую, конечно. А жены я не бью. Поэтому она должна обратиться к мужу и сказать, муж, помоги. Ну, вот не получается у меня. Ну, помоги, ты же мужчина. Ты же должен мне, как бабе неразумное, помогать. Помоги. Неужели он не поможет? Ну, видимо, у него не хватает квалификации. Так сказать, дорогой, если у тебя не хватает квалификации, ну, найди, значит, ведуная, которая мне поможет, или ведунью, которая нам всем вместе поможет. Давай решать эту проблему. Ведь я же стараюсь изо всех сил. Я скажу, что нам говорят, у вас тут 64 искусства, я буду счастлив. Если вы хотя бы будете стремиться это исполнять, и мне это будет достаточно. А вот если вы, ну, алую, не хочу, ну, это за скотертью дорога. А если вы, я хочу исполнять, я стараюсь, ну, вот я вот, ну, насколько могу, я же выше головы не могу прыгнуть, ну, пожалей меня маленькую, там, помоги. И неужели не поможет? Да ни один муж такую жену не бросит, там, он будет всеми силам. Скажите, я мужчина, нужно опекать свою женушку, там. И он, наоборот, мужчиной станет, у него яд только увеличивается. А если пальцевеером жена, там, а чё ты так быстро бежишь, а я вот за тобой не успеваю, там, и начнёт права качать. Он скажет, да и ладно, это и проблема. Так же? И мы испортим мужа таким образом. А нужно возвысить, воспользуйся моментом. Воспользуйся силой женщины в слабости. Мужчина каждый рад опекать свою жену, если она пальцевеером не делает. А если она нуждается в помощи и показывает, ну, ты помоги мне. Да он только рад будет помочь. Он мужчина тогда станет настоящим. Так пользуйтесь этим. Продолжение следует...